друзья всем привет меня зовут дмитрий а вы на канале пестрецов shop сегодня у нас на распаковочке вот такой вот здоровый это графический планшет или планшет для ребенка где можно рисовать ручкой пришел он мне просто вот в таком вот пакете достаточно он большой размерчик у него конечно такой вот нехилый принесли мне его в постамат вот что же давайте мы его с вами откроем распечатаем посмотрим как он работает не раздавлен ли он ну чтож поехали такая знаете бандероль к можно сказать я думаю что мы просто наверное здесь вот так вот пакетик порвем посмотрим как она упакована это у нас планшет вот xiaomi все-таки он немного помялся но надеюсь с самим планшетом там ничего нету что же давайте может быть по нему прочитаем описание описание планшет детский xiaomi midgea lcd small blackboard 13 с половиной дюймов планшет для рисования с высоким уровнем чувствительности и ультра тонким стильным корпусом рисуйте делайте заметки творите с планшетом midgea вы в любой момент можете сделать быстрый эскиз создать заметку или записать необходимую информацию используйте творческий прорыв с умом и реализовывайте свои идеи планшет отличается высоким уровнем чувствительности поэтому толщину линии можно изменять с усилием силы нажатия для блокировки экрана с целью сохранения запасов энергии аккумулятор предусмотрены небольшая но очень отзывчивая клавиша на боковой грани планшета сам по себе lcd дисплей потребляет не так много энергии позволяя в течение продолжительного времени наслаждаться возможностями устройства для рисования и создания заметок используйте фирменный стилус весом всего 7 грамм он обладает эргономичной формы поэтому вы сможете подолгу заниматься творчеством без риска устать после того как вы завершите очередной сеанс рисования вы можете примагнитить стилус корпусу планшета за счет встроенных неодимовых магнитов планшет для рисования компании xiaomi обладает ультра тонким корпусом всего 7 миллиметров и небольшим весом что дает возможность брать его с собой на постоянной основе носите его на работу и учебу берите с собой на прогулку в парк в момент вдохновления необходимое средство для самовыражения будет у вас под рукой коробка у нас чисто на китайском языке здесь у нас собственно говоря картинка самого планшета значок не ну все это запечатано фирменной пломбочкой но она прозрачная правда вот на некоторые все-таки компании клеют там свои пломбы здесь решили не заморачиваться что мы тут видим собственно говоря карандашик и планшет слава богу он рабочий так там что у нас внизу описание есть описание чисто у нас на китайском языке вот что же давайте теперь по планшету он на самом деле просто огромный если так вот посмотреть здесь у нас 32 сантиметра на 22 с половиной это достаточно много толщина его 7 почти 8 миллиметров там 7 и 8 7 5 вот по весу он в принципе ну легкий можно сказать 339 грамм и с пером он весит 346 грамм в принципе для ребенка это вот самое самое оно будет здесь у нас есть кнопочка такой вот замочек и кнопка сброса из выражения здесь у нас я так понимаю батареечка ставится возможно больше ничего я такого не вижу и насколько вы видите насколько видите у него магнитится здесь ручка нормально вот он так все рисуется очень плавно ходит по без сопротивления почти знать как по льду ручка ходит и все это бах одним нажатием и стирается обратной стороной кстати он тоже пишет пальцем вы тоже можете писать то есть по сути ручка это просто здесь формальность вот изначально я думал что это какой-то магнит но на самом деле здесь просто тактильный какой-то дисплей стоит вот в общем как-то вот так вот так допустим если мы здесь вот замочек сделаем то он не будет сбрасываться это сделано для того чтобы вы но случайно ту картину которую вы тут нарисуете вы не сбросите на и скидываем и собственно говоря это так что давайте проверим по нажатию я чуть-чуть 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 сильнее 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 и вот сильно так вот так с другой стороны чуть-чуть 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 сильно по нажатию тоже есть какие-то все-таки градации то есть можно писать тонко можно писать толсто опять тонко толсто в принципе в принципе даже очень неплохо по сути имеет он как бы один цвет по какой технологии данный дисплей сделан я не могу вам точно сказать вы понимали как это работает быстро успевает тоже достаточно быстро то есть на мои коллеки-малеки он прям быстро реагирует но то есть не будет такого что вот как знаете магнитный дисплей да они достаточно ну как сказать достаточно собственно говоря вот реагирует как-то вот цена ну не так быстро скажем так свой логотип конечно я не нарисую я не художник к тому же мне очень сложно рисовать левой рукой правой здесь на самом деле просто камера мешает чтобы что-то такое подрисовать так что вот такие вот дела друзья в принципе я могу так сказать уже по внешнему виду и по функционалу меня как бы устраивает собственно это взял для ребенка чтобы он сидел и занимался вот очень неплохая игрушка ногтем тоже можно ну в общем то я не советую так а что будет если я нет но он так не реагирует он ему нужны такие вот конкретные нажатия чтобы он нормально все вот так что такие вот дела сделано очень неплохо но он как бы пачкается единственное чего да я вам скажу что пальцами когда делать видите остался след ну как бы это ерунда как бы это все легко убрать так что друзья если вы выбираете какой-то планшет советую вам именно взять модельку xiaomi потому что она сделана просто ну просто я не знаю качество просто на высоте да и ничего другого посоветовать наверное я вам не могу потому что у меня были там другие планшеты на самом деле этот наиболее такой из лучших вариантов с этим у него тут есть ножки на которых если вы кладете его на стол он будет собственно говоря вот именно на ножках то есть полу полностью докасаться он не будет вот единственная не понял что тут по питанию давайте посмотрим по питанию я лишь нашел упоминание пункт номер пять это батарейка c2025 поэтому в принципе это нормально и она достаточно распространена поэтому как бы я думаю проблем у вас не возникнет с этим так что если вы не знаете что подарить вашему ребенку особенно если он любит рисовать то подарите ему конечно планшет для рисования от xiaomi и вы и ребенок останется довольны этой покупкой вот но а на сегодня это все что я хотел вам показать если вам понравился данный мини обзор ставим ему большой палец наверх ссылочка на него конечно же будет в описании если у вас остаются ко мне какие-то вопросы дайте мне знать а а